В очередной 11-12 серии сериала «Заповедный спецназ», который вы сможете посмотреть в понедельник, 29 марта, вы узнаете о том, как Тарханов находится в камере для заключенных. Веркин паникует, ведь дело Тарханова шито белыми нитками и при этом развалится в суде. Кужель ведет двойную игру. Из местной колонии сбегают трое вооруженных заключенных. Тарханова в это время перевозят в СИЗО. На машину, в которой его везут, нападают зэки. Охранников при этом расстреливают. Тарханову удается бежать. Добравшись до поселка и сообщив полицию о случившемся, он отправляется на кордон, куда врываются Рощин и Веркин с группы. Василисе хитростью удается сбежать, но в лесу она попадает в руки беглых уголовников. Весь поселок ищет командира Рыси. За Тарханова объявили награду. Якушев идет на сговор с Веркиным, обещает ему скинуть координаты местонахождения Тарханова в обмен на решение вопроса с полицейской МЗДОЙ. Свят малой челаем Макс отправляется на поиски своего командира. Василиса все еще в руках беглых зэков. Помощница Кужеля случайно слышит его разговор с Веркиным, из которого понимает, что существует видеозапись, сделанная перед убийством Стрельцова, которую Веркин скрывает от следствия. В очередной 13-14 серии, которую вы сможете посмотреть во вторник, 30 марта, вы узнаете о том, как на лесозаготовительной фирме Бунт лесорубы требуют законной зарплаты, а бригадиру при этом нечем платить. Вместе с директором Жаровым они решают устроить пожар и получить деньги исключительно по страховке. На кордон возвращается Тарханов. Святый малой отправляется в рейд и находит в лесу нарушителя с разведенным костром, который оказывается инспектором Макаровым. Руководству при этом не нравится, что Шапошникова взяла на должность инспектора Якушева. Елена дает Тарханову неделю, чтобы вывести Якушева на чистую воду. Жаров при этом нанимает рыбака желтого, который устраивает поджог. Якушев его ловит за погрузкой рыбы и назначает повышенную таксу. Бригадир Губин вместе с братом устраивает новый пожар. Князев начинает снимать происходящее на телефон, но получает при этом удар по голове. Губин запирает его в сарае. Рысь снова выходит на борьбу с огнем. На этот раз необходимо оказать помощь в эвакуации населения. В эпицентре огня группа студентов-историков. Малой отправляется к ним на подмогу. Шаманка вызывает долгожданный дождь, который тушит пожар. Жаров обналичивает все полученные по страховке деньги. Прямо на выходе из банка его встречает Якушев, который отнимает у него сумку с деньгами, пригрозив разоблачение. В местном кафе официантка, которой нужны деньги на химиотерапию дочери, находит на столе оставленную кем-то сумку с запиской и деньгами. В очередной 15-16 серии сериала «Запретный спецназ», который вы сможете посмотреть в среду 31 марта, вы узнаете о том, как из лагеря, расположенного на территории заповедника, пропала Маргарита Раева. Вожатый Сергей Мальцев, обнаруживший исчезновение девочки, бросается на ее поиски, но получает в лесу удар по голове. В лагерь при этом прибывает группа рысь. Ужель подключает к поиску волонтеров. Отец Риты уверен, что к ее исчезновению причастен сам вожатый. Отец девочки готов его убить. Но Сергей сбегает. Рысь с волонтерами отправляется прочесывать лес. Макс идет в паре с Егором, местным поваром, который работает на турбазе Кужеля. Они слышат крики девочки, но неожиданно Егор бьет Макса по голове. Василиса обнаруживает, что Макс и Егор не вернулись в лагерь. Начинаются их поиски. Якушев воспользовался тем, что рысь занята поисками пропавших. Выводит своих людей на лов. Свят с Тархановым, находит Риту и Макса в развалинах. Тарханов договаривается со всеми, что информация о том, что Макса нашли бы удержаться в секрете. Рысь берет Якушева с поличными, когда тот командует погрузкой рыбы. Якушев вынужден признать поражение. Егора, спустившегося, в бега задерживает полиция. В развалинах ребята находят скелет. Макс снимает кокарду с фуражки и показывает ее Шапошниковой. Она уверена, как кокарда с фуражки отца, пропавшего несколько лет тому назад. В 17-18 серии сериала «Заповедный спецназ», который вы сможете посмотреть в четверг, 1 апреля, вы узнаете о том, как в заповеднике медведь нападает на местного жителя Степана. Туристический бизнес, Кужель под угрозой. Криминалист и следующие останки, Шапошникова, высказывает рощину предположения, что Шапошников был знаком с убийцей. Кужель просит Шапошникову и Тарханова разрешить отстрел медведя. Двое постояльцев, молодожены, Никита и Таня уходят в поход. Рысь возвращает туристов на базу. Рощин обнаруживает, что Стрельцов знал о месте, где находились останки Шапошникова. Он предполагает, что инспектор случайно обнаружил это место и понял, кто убил Шапошникова. Криминалист сообщает, что причина смерти Степана, которого задрал медведь, на живое ранение. Медведь, растерзавший Степана, нападает теперь на браконьера Левого рядом с его домом. Подоспевший Тарханов чудом спасает ему жизнь. С наступлением вечера Тарханов Макс и Василиса, которая официально вступила в рысь, отправляются на дежурство к дому Вени, к приятелю Левого и погибшего Степана. Ночью туда является медведица и раскапывает в клумбе мертвого медвежонка, кто-то специально решил натравить медведицу на Левого и Веню. Рощин допрашивает Веню, тот признается, что это может быть месть Черного. В 19-20 серии, которую вы сможете посмотреть в пятницу 2 апреля, вы узнаете о том, как в тайге терпит крушение самолет, перевозивший на борту наркотики. Пилот погиб, а проводник Журбин выжил. Его находят два брата. Придя в себя, Журбин убивает одного из них, второму удается убежать. Капитан МЧС Дерягин просит Арханова помочь в поисках пропавшего самолета и людей. Одновременно с Рысью Журбина ищут трое бандитов, которые должны были встречать груз. Чтобы лучше ориентироваться на незнакомые местности, они берут в заложники Тамару. Пчела узнает, что Тамара в опасности и присоединяется к операции. Рощин находит среди вещей Стрельцова зажигалку с инициалами ИК. На ней точно такая же коррозия, как и на Кокарде Шапошникова. В разговоре с Князевым выясняется, что Кужель раньше тоже был браконьером. Тарханов, Малой и Свят встречают в лесу бандитов и Тамару. Рысь попадает под обстрел, а бандитам при этом удается скрыться. Вскоре бойцы Рыси находят в лесу Журбина, который врет, что на него тоже напали бандиты. Тарханов отправляет Свята подать сигнал в вертолет. Один из бандитов стреляет в Свята. Тарханов и Малой отстреливаются от бандитов. Тарханов отправляется Журбину удается сбежать, но не него. На пути оказывается растяжка. Журбин погибает при взрыве. Макс и Пчела прочесывают лес в поисках отряда и Василиса и Шапошникова на вертолете. МЧС осматривает окрестности с воздуха. Один из бандитов привозит к месту засады Тамару и Раненого Свята, которого он обнаружил в лесу. Внезапно слышится выстрел. Это Пчела и Макс открыли по врагам огонь. Одному из них удается скрыться второй убитой. Пчела разводят на поляне костер, чтобы дать сигнал вертолету МЧС. Макс и Тарханов выходят на пригород, чтобы выйти на связь с вертолетом по рации. Через прицел за ними наблюдают Любовь и Кужель.